Депутаты ЗАГС Собрания обсудили поправки в Конституцию. Направленные на укрепление и обеспечение социальной гарантии для граждан Российской Федерации. Область согласилась с мнением президента и Государственной Думы. Готовность номер один. С утра все здесь, все готовы, потому что ждать долго не приходится. МЧС проверило оснащение ангарских добровольных пожарных дружин. Обман с доставкой на дом. Фирмы вот на таких вот одиноких бабушек, так сказать, получают большие деньги. Пенсионерам навязывают дорогостоящие услуги. Как не потерять деньги? Служба новостей телеканала «Актис» начинает работу в эфире. В студии Данил Недзельский. Здравствуйте. Сегодня депутаты областного парламента обсудили поправки в Конституцию. Напомним, пакет изменений в главный закон страны был одобрен Госдумой в трех чтениях. Теперь дело за регионами. Как проходило обсуждение, смотрите в сюжете. Депутаты регионального парламента одобрили пакет поправок в Конституцию страны. Обсуждение предложенных изменений в главный документ государства прошло сегодня в рамках внеочередной сессии Законодательного собрания региона. После премии депутаты прошли в зал для тайного голосования. Напомним, Госдума приняла поправки в Конституцию в окончательном чтении 11 марта. В тот же день их одобрил Совет Федерации. Внести поправки в Конституцию в январе предложил президент России Владимир Путин. Это очень серьезные поправки, направленные на укрепление и обеспечение социальной гарантии для граждан Российской Федерации. И это полностью совпадает с тем направлением, которое взяло законодательное собрание Иркутской области с момента своего избрания. Я говорю о нашем созыве, которое работает с сентября 2018 года. Но это очень серьезная поддержка семьям, укрепление ценностей семьи, значимости семьи. Поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Также на уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию пенсий. До конца недели свои заключения региональные парламенты должны передать в Верхнюю палату Совета Федерации. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили. Турнир группы А, который должен был стартовать 29 марта и длиться до 5 апреля, перенесли из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной Федерации хоккея с мячом. Ориентировочные соревнования могут провести в октябре, однако точная дата пока не называется. Как отметил в своем обращении президент Федерации Борис Скрынник, предварительно достигнута договоренность, что Кубок мира среди клубных команд, который проходит в середине октября в Швеции, также отменят. В эти сроки и планируется провести чемпионат по бенде. Напомним, игры команд группы «Б» прошли в Иркутске с 1 по 6 марта. Победителем в соревновании стала сборная Венгрии. Далее о происшествиях. Сегодня в общественном транспорте умер ангарчанин. Трагедия произошла около двух часов дня. Автобус маршрута номер 8 двигался по улице Коминтерна. Поездке одному из пассажиров стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Однако спасти пожилого мужчину не удалось. Причина смерти устанавливается. В Иркутской области объявлена декада пожарной безопасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Причина введения экстренных мер – рост случаев гибели людей на пожарах. Так, минувшую ночь в селе Казачинское от огня в частном доме погибло 5 человек. Трое из них – дети. Еще одна трагедия произошла днем ранее в поселке Марково. Там пожар стал причиной гибели пожилого мужчины и двух детей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В МЧС планируют усилить профилактическую работу. В эту работу мы вовлечем старост населенных пунктов, органы местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел. Естественно, собственные силы в максимальном объеме в течение 10 дней мы отработаем по максимуму вопросы профилактики пожаров и противопожарной пропаганды. С начала года в регионе на пожарах погибло 49 человек, среди них 8 детей. Большинство трагедий приходится на частный сектор. Округ готовится к сезону пожаров. Сегодня в поселок Мегет выехали сотрудники мэрии и бригада огнеборцев. Специалисты проверили оснащение местной добровольной пожарной дружины. Отряд в случае ЧП может помочь жителям до приезда профессиональных спасателей. В добровольной пожарной дружине Никита Калинин трудится с 2012 года. Мужчина не подозревал, что тушение пожаров когда-то станет частью его профессии. Но в добровольцы пошел одним из первых. Сегодня демонстрирует проверяющим оборудование и его работоспособность. Вот-вот в округе начнется пожароопасный период. В пожароопасный период весной именно, в апреле, в мае уже, грубо говоря, с утра все здесь, все готовы. Потому что ждать долго не приходится. Вот сейчас в преддверии пожароопасного периода мы подготовили оборудование. То есть ранцевые лесные огнетушители, мотопомпа, воздуходувки тоже так же приспособлены. Все готово. Сейчас снег сойдет, начнется у нас пал травы. Вот будем собираться так же. В Мегетской бригаде трудятся 8 человек. Еще столько же в Одинске и Саватеевке добровольцев в округе набрали 10 лет назад. Без дела сидеть не приходится. Помимо тушения пожаров занимаются профилактикой. Ходят по домам, раздают памятки, проводят беседы. Результаты от такой работы есть. За последние годы количество бытовых пожаров в Мегете снизилось. Создаются добровольные пожарные подразделения в муниципальных образованиях, в тех населенных пунктах, которые расположены за пределами нормативного прибытия государственной противопожарной службы. То есть у нас в Ангарском городском округе, это у нас 3 отделения, которые расположены в Мегете, в Одинске и в Саватеевке. Из-за того, что получается подразделение ФПС туда прибывает за пределами нормативного времени прибытия, оно определено для сельских населенных пунктов 20 минут. То есть для того, чтобы пожар не распространялся, до прибытия подразделения созданы ДПК, которые прибывают и начинают тушение пожаров. Представители ФПС городской администрации на этой неделе проверили три бригады. К началу пожароопасного периода готовы все. К слову, финансируются добровольные команды из муниципального бюджета. Ежегодно на их содержание уходит полтора миллиона рублей. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарским пенсионерам навязывают дорогостоящие услуги. Предприимчивые продавцы приходят в квартиры людей сами, без приглашения. Недавно от действия одной из таких компаний пострадала пожилая горожанка. Ей предложили почистить окна за 30 тысяч рублей. Женщина согласилась и даже отдала предоплату. Теперь не может вернуть деньги. Как не попасть на удочку навязчивым торговцам и есть ли на них управа, расскажет Мария Константинова. Окна рабочие. Все открывается, все закрывается. Пластиковые окна Татьяны Алкиной хорошо работают и не требуют замены. Однако незваные гости из фирмы с громким названием «Континенталь» рамы и все комплектующие к ним посчитали устаревшими. Сотрудники постучались в квартиру ангарчанки неожиданно. Дома находилась пожилая мама Татьяны. У Любови Григорьевны плохое зрение. После инсульта парализована правая сторона. Убедить в чем угодно пенсионерку легко. Чем и воспользовались заезжие продавцы. Попросили деньги. А вот сколько денег попросили. А, ну у меня больше не было здесь. Одна мелочевка была. А может были бы. Значит, дала бы все большие деньги. За свои услуги сотрудники фирмы взяли 3000 рублей. Как и сказано в договоре. Это предоплата на приобретение необходимых материалов. А общая сумма сделки в 10 раз больше. В списке также чистка фурнитуры, замена уплотнителя и еще десяток сомнительных операций по очень высоким ценам. Это не первый случай в Ангарске, когда фирмы вот на таких вот одиноких бабушек, так сказать, получают большие деньги. То есть за двухкомнатную хрущевку маме насчитали 34 тысячи. Это можно все окна поменять за эти деньги. И просто то, что она им сказала, что она инвалидная, они сами увидели, они ей скидку сделали. 18% и получилось 30 тысяч. Ну, грабеж. Дочь обманутой пенсионерки позвонила фирму и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ. Связалась с предприимчивыми подрядчиками и наша редакция. Специалист по имени Денис заверил журналистов, что ситуацию можно разрешить бесконфликтно. Пусть приходит, заявляет, напишет, значит, на отказ. В чем проблема? А куда приходить? Вы к ним пришли на дом, в Ангарске? Ну, я не знаю, кто вы, правильно? Пусть у нее есть, если она наша за качество, у нее должен быть номер договора, у нее должны быть все данные, куда позвонить, туда обратиться и, соответственно, сделать отказ от работы. В чем проблема? То есть ей сейчас из Ангарска нужно приехать в Иркутск, в вашу фирму? Пусть связывается с нами, в любом случае. Она связывалась с вами? Пусть связывается, предоставит номер договора и работу, и так далее. Если мне это уже отсудим. Ладно, у меня давать время уже нет, работы много. Чего доброго рассматриваю, заказчик. Если деньги не вернут добровольно, управу на наглых продавцов найти можно. От навязанных услуг людей защищает Гражданский кодекс – статья о защите прав потребителей. Для этого нужно обратиться в местный отдел Роспотребнадзора и написать заявление. Эксперты помогут довести дело до суда. И тогда вместе с потраченными деньгами фирма обязана будет возместить моральный вред и заплатить крупный штраф. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. С жалобы в редакцию обратились жители 29-го микрорайона. Неделю назад в одном из дворов появились неизвестные резервуары, которые источали неприятный запах. Как объяснили представители ангарских электросетей, резервуары оказались электрическими печами. Устройства должны прогреть землю, чтобы рабочие смогли заменить силовой кабель. Печи планируют убрать через неделю. Конкурс харизмы и женственности для прекрасных дам стартует у наших коллег в программе «Новый день». Кастинг на конкурс «Мегаледи» уже начался. Участие в нем могут принять женщины и девушки размера «Сайз плюс» от 48-го размера одежды и больше. В заявке нужно указать контактные данные, приложить небольшой рассказ о себе, портретное фото и снимок в полный рост. Участницы, которые пройдут кастинг, ждут классные творческие испытания. Это испытания швеей, испытания шеф-поваром, испытания хореографом. Также мы сотрудничаем просто с крутыми спонсорами и партнерами, которые приготовили отличные подарки нашим конкурсантам. Будем все снимать, транслировать на память нашим участницам. Если вы непосредственная, уверенная в себе леди, любите себя и свою внешность, то скорее присылайте заявку на почту программы «Новый день» или в инстаграм-аккаунт. Адреса вы видите на своих экранах. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете, на сайте actistv.ru и на нашей страничке в инстаграм. А в 21.30 не пропустите шпионский триллер «Мебиус». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.